Всем привет! Вы на канале Лесятина ТиВи. Мы продолжаем наш первый день прогуливаться по набережной и по чудесным паркам, скверам недалеко от них. Вот там, кстати, фонтан, который мы с тобой не заметили. Что еще очень классно, это не считая того, какие здесь чудесные растут деревья, цветы, кусты, все это подстригается, смотрите-ка. Теннисные столы, вот это все. Вот, мы прошли чуть-чуть раньше, они были зачехленные, а здесь открытые. Все желающие могут. Нет, это для тенниса. Ну да, теннисные столы для тенниса, я это и говорю. Нет, это палатка для тенниса. Нет, это все-таки туалет. Да, вы нас раскусили, мы идем ищем туалет. Ну, короче, я хотел сказать про теннисные столы, получилось про обычный банальный туалет. Короче, вот на протяжении всех этих 100 метров, не считая туалета, это все спортивные столы для тенниса. Вот это все здание, это большой павильон. Он сделан из дерева. Вот из дощечек, насколько я вижу, абсолютно все из дерева. Стены, крыша. Мы так, сейчас уже так, по-стариковски рассуждаем, сколько здесь лавочек. Идешь, лавочка на лавочке. А вон там еще и бильярдные столы есть, чуть дальше, вон с правой стороны бильярдные столы. Идем, подойдем к фонтанчику. Вот такие вот ответвления, всякие кафешки, ресторанчики. Вот в данном случае фонтан. Какая хорошая, какая-то галерея. Ага. Угу. Вот смотри, какой-то. Ну не какой-то. Я вижу. Да. Это его ничего. Субтитры сделал DimaTorzok. Опять-таки, я повторюсь, это все бездомные собаки. Ледняжка пить хочет, видать. И у каждой собачки в ухе чип. Вот это утиный рай. Вот здесь нарисованы утки, которые на Батумиевском бульваре. Вот как нельзя говорить на такой вакцинке после того, что слышишь. Никак нельзя. Извините нас, дорогие батумчане, батумяне. У вас очень классный акцент, а нам очень нравится. Ну, к слову, о птичках, об утках. А, нет, опять акцент не получится, об утках. Какие утки классные, смотри. Смотри, какая славная вот эта скульптура, девочка с лозончиком и с барашком. Да, козлик. А утка там присела и тоже прикинулась в части скульптуры. Угу. Хорошо, у нас 9 тысяча. Ну? Так, к сожалению, тут сейчас бьет вам солнце в экран. Ну, сейчас мы попробуем спрятаться за какой-то фонарный типа столб. Вот, это огромная гостиница Ширатон. 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 Мы гуляем. Вот скажите, что это? Потому что, на мой взгляд, это юная магнолия, потому что по листикам я смотрю. И это почки, которые распускаются, потом большие белые цветы. Если я ошибаюсь, то исправьте меня. Это то, что я помню с детства, как выглядит магнолий. Очень, может быть, потому что вся аллея засажена вот этими деревцами. Там, как вы уже видите, опять банановые пальмы. Так, наша главная сейчас задача, это найти наши апартаменты. У нас, конечно, есть ориентиры определенные. Но пока посмотрите, какая интересная все-таки архитектура. Похоже, наверное, на все-таки гостиницы, да? Я не знаю. Вот это здание какое-то очень стремное. Потому что, если оно красиво выглядит, но если присмотреться, то там отдельные квартиры какие-то очень бедные. Олеандр наш дорогой. Опять-таки, посмотрите, сколько бездомных собак. Но какие они все-таки спокойные, ласковые. Знаете, вот они не больные, не хромые. Не какие-то там, которые кидаются на людей. Но пока один позитив, да? Вон телефонная будка в стиле... Лондона, да. У нас нет бездомных собак, так что я не знаю, как они ловят. Вон сегодня, что я езжу к ем. Так, мы сейчас сделаем дальше очередное видео. Вот, и мы сейчас хотим вам показать скворечники. Скворечники. Вот везде такие скворечники. Я уже сделал видео, фотографировал. Вот, это такая уважуха птичкам. Это нас очень даже радует. Ну, цивильненько, смотри. Остановки с расписанием автобусов. Время. На месте можно приобрести билетик. Опять-таки, мы мало что знали вообще о Грузии и о Батуми в частности. Но пока восхищает все. Смотри, какие надписи интересные. Вот, идешь. Так вот, топ-топ-топ. Давишь буковки, не знаешь, что ты давишь. Написали бы, и она... Мы, конечно, не знаем, что это за надписи, к сожалению. Смотри, какое дерево. Вот это прямо розовое дерево, да, как розы? Это, может быть, какой-то ссор гибискус. Это пионет. У него какие новые листья? Нет, это не гибискус. Во-первых, ну, ствол совсем другой. Плоды. О, каплычка, смотри. Шли мы, шли и нашли вот такую прелесть. Очень интересное здание. Очень... Не знаю, как к нему относиться, потому что я никогда не видела такого архитектурного, как бы, стиля. Я не знаю вообще, как это воспринимать, но очень круто, как бы, интересно. Тут такой интересный ансамбль. Получается шапка, ну, башенка сама, да, такая немножко восточная. Или, наоборот, даже христианская вот эти все. Там Альбатрос реет. Романский стиль. Такой потом есть вот эти всякие фигурки, смотрите, вернее, голова, да. Спускаемся ниже. Ниже уже вообще какой-то более стиль. Какой-то такой барокко, да, начинаются балкончики, всякие вот эти рамы. А потом переходит в более, наверное, 60-е годы, а потом опять... Не-не-не-не-не-не. Ну, а титаны, которые держат балконы. В общем, здесь перемешано. На мой взгляд, я, конечно, не супер разбираюсь, но несколько стилей, штук пять так точно. Или это один общий, вот какой-то свой. И все это по соседству, смотрите. Там вон, это Шератон, или Шератон, да, как правильно. Гостиница, потом еще сейчас покажем вот эту гостиницу, такую треугольную, голубую. И справа от нас, ну вот, такая церквушечка, причем очень интересная вязь такая мелкая. Ну и посмотри там, как интересно выглядит по-грузински известная сеть SPAR. Вот, ну если не показывать... А хочешь, пожалуйста, как будет по-грузински SPAR? SPAR. Это все, конечно, перемежевывается с пальмами. Причем, смотрите, как мы дали хорошую рекламу этому зданию. Все начали фоткать и снимать. Правильный маркетинг. Это очень интересно. Как мы с тобой вовремя не успели срубить баблица. Баб-баб, баблица. Вот это здание. Я даже боюсь считать, сколько там этажей. Да мне не хватит ни времени, ни желания. Ну, не знаю так. Наверное, этажей 40. Вот, очень много здесь есть казино. Как нам сказал наш водитель. Сюда приезжает даже из Турции. Вот, так что здесь играют люди. Ну, короче, да, друзья, мы шли-шли-шли-шли, нашли. Прежде всего, услышали инструктора, который рассказывал, как ехать одной женщине на таком квадроцикле. А, смотри, что-то написано-то. А, нас сюда и звали. Вот мы, когда только прилетели в аэропорт, именно вот сюда, вот этот Иерусалим-хаус, нас сюда звали. Тут написано, что это кошерная шуарма. Это не нам, нет. Извините. Мы пойдем дальше искать нашу некошерную шуарму. Смотри дальше, Катюша. Абай-то Рушальмэ. Вот. Так что наши в городе. Охали-Сраэли. Да. Если вы хотите Охали-Сраэли, то вам, друзья, в Батуми. Но как-то, знаете, мы все-таки предпочитаем Охали-Сраэли. У нас Баарец. То есть пить и кушать у нас. Вот наш оригинал. Плюс все-таки это поддержка нашего. Нет, не к тому, что мы не доверяем тому, как это делают грузины, а к тому, что нам просто интересно попробовать их еду, а не попробовать нашу же еду. Ну да. Это подходит для людей, возможно, религиозных, которые именно хотят поесть в кошерном месте, я так понимаю. И чтобы они не ели привезенную с собой Туну. Нам же интересно ознакомиться именно с местной кухней. Вот. Это израильтянин, который инструктирует израильтянку, как кататься на вот этом пепелатце. Мы опять подошли к чудному дереву, которое напоминает нам магнолию листьями, а вот этими шишками карликовый ананас. Но это не оно. А вот архитектура здесь действительно очень интересная. Да не знаю, какому стилю ее отнесли. Наверное, какой-нибудь там модерн. Никакому. Ну да. Я тебя слепила из того, что было. Но получается красиво. Красиво, да. А мы сейчас подходим в церковь. Это не костел. Мы все-таки, не забываем, в христианской стране. Он даже, по-моему, открыт. Пошли, 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 пошли. В итоге я пошел в костел один. Не в костел, а опять-таки в церковь. Ну что я могу вам сказать. Знаете, когда мы были буквально совсем недавно в Германии, в Австрии. Там все-таки именно костелы католические. Они какие-то все светлые. Вот такие, как бы, доброжелательные. А вот сейчас мы заходим в православный храм, да. И темень ужасная. Ничего не видно. Настолько все мрачно. Как-то мы не хотим никого обидеть, конечно же. Мы не касаемся никак религии и не обсуждаем ее. Но первое впечатление, ну, как-то, не знаю, очень такой дискомфорт. То есть, если люди сюда приходят исповедоваться и как-то излить душу, не знаю, иконам, со свечками, с молитвами, то как-то очень темно и пасмурно. Не знаю. Неуютно. Вот, мы делали маленький обзор, такой шортик на инжир фиги. И мне почему-то все писали из России или там из Азербайджана, откуда-то еще что. Но как-то так у нас тоже растет инжир фиги. Повторюсь, мы не сравниваем страны. Просто мы сейчас видим то, что растет у нас в Израиле. Вот инжир или фига. Прямо на улице, прямо вот так вот на пешеходной зоне. Вот шоссек, да, наш израильский шоссек. Или как он называется, Амушмала. Мы гуляем дальше по улицам Батуми. Ну, дорогие наши подписчики, мы оказались дома. Наверное, раз 10, ну вот не меньше, мы спрашивали на улице, как добраться по нашему адресу, к нашим апартаментам. Но 90% не знала, потому что то улица по-другому называется, все переименовано, кто-то не местный и так далее. Короче, мы... Все очень радостно расстроились, все равно пытались найти и спрашивали. Да, с нами даже шли потом, особенно русскоязычный, то есть было видно, что это не местные, а именно, не знаю, россияне, украинцы. Короче, мы все-таки пришли домой, а вот хозяйка до нашего ухода принесла нам такую бутыль. Домашние валилища. Да. То есть тут написано 3 литра. Вот. Ну, пускай тут даже не 3, пускай тут, допустим, даже 2 500. Вы понимаете, она сказала, когда вы допьете, скажите мне, я еще налью. Это не считая того, что они сами варят чачу, да, грузинский самогон. Еще есть коньяк, домашнее производство. Ну, коньяк, чачу, не знаю, но вот, я не знаю. Да, мы это вино даже, по-моему, до отъезда не сможем допить. Это же нам, на нас двоих дали. Короче, вот такое радушие здесь, в Грузии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok